Всем привет! Такая новая модель у меня сегодня Huawei P8 2015 года. Можно прочитать кодовое название телефона. Ни разу его еще не разбирал. 75 евро цена замены дисплейного модуля, который разбил хозяин телефона. Так вот он выглядит. Очень тонкий. Разъем тачскрина соединен в шлейф дисплея. Проклеенный. С этой стороны придется его проклеивать. Не знаю еще какая конструкция ожидает нас внутри. Как уже сказал, ни разу еще его не разбирал. Включаем термофен. Четыре сотня у меня стоит на выходе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какого-то черта включилась вспышка. Видать, куда-то я нажал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так как телефон включен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока что все просто. Опасных моментов не вижу. Разъем дисплейного модуля у нас находится по металлическим экраном. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока не сооружу, он еще посажен. Больше похоже на силикон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это точно не двусторонний скотч. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, видите, да? Резиновый силикон черного цвета. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И так... И так, смотрим, что будем делать дальше. Вспышка, блин... Литой корпус металлический. Или алюминиевый, не знаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь вот у нас два винтика. Прям как на айфоне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отвертка не подходит. Айфоновская. 0.8. Давайте попробуем открутить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Т3. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Т3. Большеватая. Я думаю, Т1, Т2 вполне подойдёт. Так, сняли винты. Давайте снимем. Слот сим-карты. Не знаю, что там. Слот карты памяти. Это у нас слот. Нано сим-карта. Так, что у нас здесь? Больше ничего нету. Так, сейчас, судя по всему, нам нужно будет вытащить этот металлический экран. Начнём отсюда. Винтов никаких я здесь больше не вижу. Как всегда, пользуюсь своей заточенной под лезвие лопаткой. Очень острой, которая залазит на все щели. Как видите, и сюда залезла. Без проблем. Так. Аккуратно открываем. Так. Аккуратно открываем. Похоже. И так. Что мы здесь имеем? Вспышка. Как же тебя отключить-то? Давайте снимем батарею. Продолжим. Снимаем заглушку. Под ней я вижу разъём. Дисплейный модуль, то ли батарея. То, что можно. Под ней и дисплейная модуль, и батарея. То, что нужно. Так. Так, здесь, я думаю, нам придётся снять батарею, чтобы вытащить шлейф дисплейного модуля. Посмотрим, насколько сильно она приклеена. Вижу здесь, если я не ошибаюсь, это двусторонний скотч, жгут, на котором сидит батарейка. Чтобы её снять, нам придётся, наверное, снять вот этот динамик. Потому что прямо натянуть не можем, по-любому она оборвётся. Давайте попробуем снять динамик. Приближу чуть-чуть к зуму. Так, смотрим динамик. Динамик, где он у нас присоединён к системной плате. Не вижу на проводах. Нет, он на шлейфе, по-моему. Не будем его полностью снимать. Давайте дёрнем за верёвочку. Готово. Так, и одна верёвочка у нас вот с этой стороны. Не хочется трогать системную плату, пока ещё не знаю, надо ли её вообще снимать или нет. Возможно, что нет. Давайте по полу вытащить. Ни хера не получилось. Да, жёстко сидит. Изминнис. Парень. Если будет импотъем, я делаю. Парень. 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 Сорванная пломба, что-то непонятное, не похоже, чтобы телефон разбирался. Пока что все открученные винты одинаковые. Занюшки, камеры, еще одна заглушка. Так, системная плата здесь у нас еще на двустороннем скотча. Разъем виброзвонка. Как видите, системную плату придется снимать по-любому. А батарейку как раз можно было не трогать. Имейте это ввиду. Давайте проверим дисплейный модуль. Поставим его. Зацепим сейчас быстренько на системную плату. Включим. Застегиваем дисплейный модуль. Пристегиваем батарею. Камера этого не нужна. Кнопка включения. Включаем смартфон. Появился логотип Huawei. Дисплей как минимум работает. Здесь смотрим. Нам ничего не понадобится, кроме вот этой сеточки, которая осталась. Ее нужно будет переставить. Тач реагирует. Я думаю, все в порядке. Код клиенту нам не оставил. Я думаю, все в порядке. Выключаем смартфон. О, как интересно. Выключается. Да, Huawei, конечно, достаточно высоко поднялся по сравнению с тем, что у него было раньше. Когда его не воспринимали всерьез. Конечно, со временем все изменилось. Серьезные модели выпускают. Так, что будем проклеивать? Смотрим. Старый дисплей у нас был проклеен только вот в этой стороне и вот в этой стороне. То есть боковины. Боковины вообще не вижу смысла клеить. Если посмотрите сюда, здесь практически нету ни к чему клеить. Даже если мы что-то сюда приклеим. Приклеим мы акриловый скотч. Я думаю, он здесь не сильно пригодится. Поэтому давайте проклеим только вверх, вниз. Ну и там уже по установке посмотрим. снимаем сеточку. Снимаем сеточку. Снимаем сеточку. Снимаем. 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Широкая посадка вверху можно добавить и сюда кусочек акрилого скотча. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Включаем смартфон, рисуем те места, куда мы залепили акриловый скотч, 75 евро, ещё раз повторюсь, цена замены данного дисплейного модуля, эта цена дисплейного модуля вместе с работой. Подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, всем спасибо за внимание, друзья, с вами был ДОВ, удачи в работе и до новых встреч.